Итак, здравствуйте и вновь с наступившим с вас Новым Годом. Итак, у нас имеется вот такая вот схемка подключения в автомобилях Mercedes до 2009 года. С чего все начинается? Начинается все со штатного монитора, то есть мы демонтируем монитор. И штатную фишку LVDS, она такая квадратная, насколько я помню, 12-контактная, с ключом таким сверху. Эта фишка отключается и в дальнейшем она подключается к такому маленькому промежуточному черному блоку пластмассовому. А от пластмассового блока там имеется такой кабель на конце с таким мелким шагом. То есть с одной стороны он подключается к этому пластиковому боксу, а другой конец с похожей на штатную фишку уже подключается к монитору. То есть в режиме ожидания видеосигнал идет транзитом, когда же подается сигнал с видеоинтерфейса на коммутацию, тогда видеосигнал идет вот так вот, отключается штатный коммант и идет штатный видеосигнал. Все это соединяется вместе таким вот кабелем, сейчас я приблизительно покажу этот кабель на инструкции. Так, вот такой вот кабель у нас имеется с двух сторон, такие вот черные фишки. Вот этот вот кабель, который я говорил, который подключается к монитору. Вот это вот пластиковая коробка. Итак, как у нас дальше? Дальше мы на монитор, то есть соответственно у нас имеется такая пластиковая рамка, ее каким-то образом мы при помощи лобзика и прочих инструментов обходим. Ставим на поверх штатного монитора тач-стекло. Тач-стекло четырехконтактный шлейф непосредственно подключаем к навигационному блоку CS95.00. У нас там будет такой то ли коричневый, то ли черная фишка, которую мы подключаем к шлейфу. То есть там ошибиться невозможно. Контакты шлейфа с одной стороны, соответственно, чтобы они совпали в гнезде с контактами. То есть чтобы не перепутать, верх ногами не подтыкнуть, то есть чтобы не было контакта. В дальнейшем у нас имеется вместе с навигационным блоком, именно навигационным блоком, такая серо-металлическая коробка, которая предназначена для подключения к штатной колонке, которая зачастую установлена над штатным монитором. То есть штатная проводка разрезается, в разрыв подключается спикон, который имеет отдельно свое питание. В дальнейшем вы набиваете такие фишки, которые идут к спикону, от спикона к штатной колонке. А, типа имеется у нас гнездо, нет, фишка четырехконтактная, которая подключается к выходу, куда подключается спикер, к навигационному блоку 95.00. То есть вот так все образуется. И в режиме ожидания, опять-таки, звук со штатного усилителя идет на штатную колонку. Когда навигация что-то хочет сказать, разрывается и идет у нас на штатную колонку звук, именно только с навигационных программ. Звук же с медиа проигрывателя, то есть это аудио-видео. У нас идет с линеек, там два желтых тюльпана, они там не белые и красные, а именно два желтых подписаны, как Left и Right Audio Output. Нам их надо подключить на AUX вход. Вот, но также у нас Audio Out, то есть у нас имеется тут три видеоустройства. Это DVB-T Tuner, Wi-Fi Mirror Link и видеорегистратор. Все вы их подключаете в любой последовательности, как вам удобно. Здесь я указал, что они подключены AV1, AV2, AV3. У нас также имеется аудио-видео выходы с видеоинтерфейса, то есть на которых коммутируется вот этих вот три аудио-видео входа. Вот, и то есть у нас выходит, что два аудио-источника идет на один аудио-вход. Как я предположил, что в видеоинтерфейсе у нас имеется, вот именно на RGB входе, у нас имеется, сейчас я промотаю, секундочку. Вот, у нас имеется, хотя это может быть ошибочным, вход Navi-In, то есть вот идет Red, Green, Blue, Synchro, Ground, и дальше у нас идет DVD и Navi. То есть я предполагаю, что это триггерный выход, на котором появляется какой-то потенциал при переключении на RGB-вход. Это надо будет проверить, и когда вы будете находиться на нем, то есть посмотреть тестером. Так, и таким образом мы можем производить коммутацию между двумя, как бы уже у нас на выходе источниками, на один AUX-вход, то есть имея триггерный выход. Так, что дальше? Дальше, ну, дальше все, дальше вам надо будет также организовать питание всех этих отдельных устройств. Это раз, два, три, четыре, четыре, да, устройства. Желательно питание их взять из одной точки, дабы не возникало такого паразита, как разница потенциалов по питанию, и потом у нас будет и по видеосигналу прыгать какие-то наводки, и по аудио может бить, то есть могут появляться паразиты. То есть, и вот фактически и все. Если будут какие-то вопросы, звоните, пишите. Ну, стоп!